Добрый вечер! Потому что Евгений, он такой, ну, мужик просвещенный, он послушает в диджитале. А вам я подарю, вот смотри, губерниев у микрофона, крупный план, покажите, режиссер, трансляции, вот, сольный альбом артиста, хэви-металлические песни здесь, и ветер биатлона есть, и брат моет, и да разве сердце позабудет. Александра Николаевна Пахмутова, вам подарочек. Спасибо, спасибо вам огромное, буду слушать с удовольствием. Обязательно, это хорошая музыка, хорошая музыка, то, что делают люди, которые сочиняли «I was a Tiger», вот этот вот Джим Петерик и проект «Pride of Lions» с бельгийским вокалистом. Можно бесконечно говорить о музыке, но ее в нашей стране слушает только один я, поэтому давайте о деле. Когда вы успели записать? Вроде как на карантине все синий. Перед Сочи олимпийским был выпущен «Макси-сингл», мы делали с Кириллом Немоляевым, лидером группы «Бонни Нем». Давно еще эта идея была, но у нее есть классный проект «Forces United», где разные солисты и вокалисты поют хороший такой тяжелый рок. И вот мы готовили, готовили, готовили и наконец-то выпустили. Года четыре, наверное, что-то записали давно, что-то недавно. Но, в общем, как-то так жизнь кипит, поэтому сейчас я собрал еще группу «Кубербэнд», мы играем разные песни хорошие в московских клубах и уже ждем, когда наконец-то доделают новые олимпийские для того, чтобы, ну, может быть, для начала выступить на разогреве у КИС, а потом уже, так сказать, пуститься в сольное плавание, так сказать. Евгений почему-то у нас молчит, друзья. Я просто напоминаю, что программа «Москва-24», прекрасный телеканал. Правда-24, Лейла, которая в лучших традициях прекрасной говорливой женщины, так сказать, болтает без умолку, а Евгений почему-то молчит, получая наверняка при этом зарплату. Евгений, отрабатывая. Видимо, не такой, какой ты получаешь у КИС. Откуда такая любовь? Она прям... Не, я такой вот прям хард-рок в свое время, когда мы... Вообще, можно бесконечно об этом говорить. Я думал, смотря «Утреннюю почту», Лейла не помнит, а мы-то уже ветераны мирового, так сказать, сексуального рока, я думал, что «You My Who, You My Soul», «You My Heart, You My Soul» и «Шерри Леди» — это одна песня у Modern Talking, потому что показали в программе «Утренняя почта» в мае 86-го года попури. И когда Серега Матвеев из соседнего двора, он был на два года старше, пришел с электроника, у меня тогда магнитофона не было, и проигрывателя не было в семье. Я только питался утренней почтой и какими-то вот друзьями, которые что-то включали. Я... «Юмахо», «Юмасо» и так далее. Я думаю, а где же вот про «Леди-то»? И оказалось, что это вообще даже другой альбом. И в этот момент у нас был спортивный лагерь, я занимался греблей, я услышал группу «Крокус», такие швейцарцы, они живы до сих пор. Это калька с ECDC все же, хотя солист у них хороший. А потом я услышал «Accept», Russian Roulette альбом, и у меня снесло башню, особенно была песня TV War такая замечательная, и вот эта вот TV War у меня продолжается до сих пор. Ну а дальше уже, собственно, пошло-поехало, и мне до сих пор приятно, когда, допустим, там я выхожу на сцену, либо там с Валерой Кипеловым где-то что-то разрешают две строчки спеть, либо с Артуром Беркутом, гением не только Арией, но и автографа, или с ребятами из «Мастера» и так далее. И мы как-то вот по-прежнему в этом металле светлом варимся, и есть ощущение, что кроме меня еще варится человека три в стране, ну, может быть, побольше. А среди друзей есть музыканты? Вот друзей семьи таких вот, близких? Ну, дело в том, что здесь дружба, она исключительно, к сожалению или к счастью, только Киркоров, Басков, Лазарев, так сказать, и Билан, понимаете? Потому что мы так часто видимся на разных концертах, я бы рад, например, в кремлевской сцене, например, да, или где-то еще, скажем, или на сцене Большого театра, увидеть или услышать моих хард-роковых кумиров, но это невозможно. А попса Галимая, она вот так вот заполняет, так сказать, вот это, и мы вынуждены с этим считаться. Ну, я сейчас шучу, потому что ребята все огромные молодцы, и в любом случае поп-музыка, она тоже великолепна. А что в машине? Нет, машине, нет, машине, я, во-первых, я вот сейчас Лейли прекрасно ей подарил диск, и сам очень сильно горевал, потому что я купил новую марку автомобиля, и ничего не сказал по поводу того, что мне нужно установить для дисков эту штуку, и оказалось, что в новых машинах дисковода нет. У меня я никогда не забуду, я приехал на свою вторую зимнюю олимпиаду в Турин, и очень сильно готовился. Я взял вот такой мешок дисков, это по-прежнему все те же самые Deep Purple, Black Sabbath, Glenn Hughes, Джоллен Тернер и масса других историй, и мне дали Volkswagen Passat, самый старый, который был, с кассетами. А у меня не было ни одной кассеты, и я всю олимпиаду слушал какое-то тирольское радио, которое у меня постоянно что-то там, потому что больше ничего не ловилось. Постоянно там вот это ла-ли-ла-ли-бу, но это было тоже неплохо. Поэтому дисков в машине, как раньше, нет, раньше был такой мешок, но есть, слава богу, диджитал истории разные, то есть ты просто нажимаешь на кнопочку, и пошло-поехало. И в любом случае, это не только музыка, но я вот сейчас в карантине еще усиленно начал заниматься спортом, на 7 килограммов похудел, выросла определенный сейчас крупный план, жду от режиссера, баночка. Потрогайте, нет, потрогайте. Хорошо, хоть мне не предлагают. Нет, ну, во-первых, до тебя далеко. Нет, смотри, вот Лейла тоже ходит в фитнес, как мы узнали, и был такой гений культуризма Фрэнк Зейн в конце 70-х, когда как раз наши упомянутые кисы выпускали «Династии», эти прекрасные диско-альбомы. И он после Шварценеггера был мистером Олимпия, он не хвастался объемами, он был последний, кто, вот эта дефиниция, понимаете, трехглавая, четырехглавая, все, все. Все у него было очень так скомпоновано и красиво, поэтому, а потом уже пошли объемы в культуризме. Откуда любовь к музыке, которая, собственно, 70-е, это вы, я понимаю, что это мое поколение слушало эту музыку. Но, смотри, очень сильно, Жень, очень сильно все было с опозданием, поскольку мне магнитофон купил дедушка в подарок на день рождения. Так он вместе с записями уже купил? Электроника 302. В октябре 86-го года мы стали в очереди в Зеленограде. 144 рубля заплатили, мама дала 25, остальное дедушка с бабушкой. Трудно жили тогда. И вот я был первым, у кого был альбом, Except, там какой-то, Twisted Sister я очень любил, там, Kiss и все такое прочее. И самая главная была история, связанная с моим магнитофоном. Вот Лейли расскажу, может не слушать. Был мальчик один, он постарше был, его звали Рубен, армянин. И у него папа работал в Министерстве иностранных дел Советского Союза. И он был первый в 87-м году на Сходне, у кого был вот этот стартовый альбом группы «Мираж» целиком. И я у него быстро это все переписал. У него был шарф, двухкассетник такой, твин. И девчонки из старших классов, они в очередь становились, кому я это дам переписать. Я думал, так, значит, вот ты мне нравишься, ты, пожалуй, будешь сегодня там второй, а вот ты будешь четвертый. И потом они у меня все эти кассеты заиграли, но я у него переписал заново. Поэтому на самом деле папса и Наташа Гулькина, там все вот ее девчонки, Суханкина, они тоже присутствовали в жизни. И больше того, я помню, как мы даже собрали группу «Лазурный берег», ее назвали. Мы тогда не знали, что «Лазурный берег», я думал, просто какое-то красивое название. Это, оказывается, чертово олигархово место сейчас, как мы знаем, где-то там во Франции. И мы пели, мы сочинили песню, такая она была песня, я играл на барабанах и пел такая «Звездочки мелькают в черном небе за моим окном, освещая все своим холодным светом». И мы пели так, авторских прав на эту песню нет, поэтому можно смело петь в эфире там «Белый снег, белый снег, под осенним покрывалом». Так вот я фигачил, а Рубен играл, значит, на этой, на синтезаторе. Спи, и так надо, «Все зеленые поляны», так подражая, значит, вот этим всем чувакам. И «Ты укроешь одеялом до весны, белый снег там». Что сын слушает? Сын, огромный молодец, Мишка, заканчивает школу вот на момент записи нашей «Русский 96, история 94». Аплодисменты в студии. Поаплодируйте ребенку-то, ну что такое, а, 96-94, ну это же мощно. Так не надо уходить от ответа, что он слушает? Ребенок слушает трэш. И больше того, ребенок, он торчит от… Трэш-метал. Да, и из такого близкого классики он слушает Джудас Прист. Он торчит от Хелфорда, он пытается петь, подражает там. Ну понятно, что я тоже люблю «Поинткиллер», например, там, или там, скажем, там, «Бритиш стил», если говорить. Ну что, со слухом, голосом, у нас будет семейный дуэт? Мы уже там исполняем, вот сразу видно, что вы не следите за моим величайшим в мире инстаграмом. А мы все-таки, мы с Михаилом там, мы пели песню про коронавирус, например, из репертуара группы «Ария», «Воля и разум», потому что «Все во что ты навеки влюблен, уничтожит разум», «Тысячеглавый убийца-дракон», «Должен быть повержен он», песня про коронавирус, «Сильнее всяких войн», «Воля и разум», это нормально совершенно. Так что поэт Елен, кстати, говорит, тоже копирайт будем соблюдать, музыка Андрея Большакова. В инстаграме было упомянуто, что сын пойдет по стопам отца. Ну, он, Мишган, я вот тоже как папа, значит, я говорю, что? Ну, он тоже вроде там так чуть-чуть говорит, что вот если я там приду на телевидение, но в спорт он точно не придет, он не любит его так, как я, потому что спорт надо смотреть, надо интересоваться. Посмотрим сейчас, что это будет там у Миши, либо, может быть, там ГИМО, либо высшая школа экономики, что-то международное отношение. Ну, а вы хотели бы вообще, чтобы по стопам пошли? Ну, ему будет сложно, почему нет, это его жизнь пусть выбирает по стопам. Ну, я просто понимаю, что, говорю, с такой фамилией тебе нужно быть по-настоящему мощным. Это не потому, что я мощный, например, да, а просто потому, что он должен быть лучше, чем я, в любом случае. Такое возможно. Дети вообще лучше, чем мы, ну, конечно, возможно. Дети лучше, чем мы, дети замечательные. Вот сейчас, кстати говоря, ведь они же, смотрите, что сделали. Очень скомканно была программа же ЕГЭ. И мало того, что люди не учились, да, и очень маленькие были перерывы. Например, там он сдал, вот я ему сейчас ждем общагу, общество ведения, да, и общага была после истории на через день. То есть это не восстановиться, не, ну, хотя бы дня три. Но мы понимаем, что возможностей, может быть, не было. Но, в общем, дети настраиваются на экзамены, как на Олимпийские игры. У меня первый мой экзамен, который был в школе, это был 88-й год. Я учился в седьмом классе и придумали тогда переходные экзамены. Один был, по-моему, обязательный, типа математики, там что-то, алгебра. А второй был по выбору, я выбрал историю. И мне досталась коллективизация, я никогда не забуду. А у меня была еще жива прабабка, прабабушка Поля, Полина. По какой линии? По дедушкиной отцовой. И она приезжала к деду с бабушкой на лето погостить. Она вот раз приехала, там что-то в начале июня, мы сдавали вот эти экзамены. И она мне рассказала, какая была там в деревне под Торжком у них коллективизация. Они были середняками, не кулаками. Две коровы, лошадь, все такое прочее. То есть просто там потом начали уже умирать ее дети, естественно, потому что была голодуха и все такое прочее. Я на полном серьезе, отталкиваясь от каких-то самоиздатовских книг, которые почитывали родители. На тот момент я уже так пытался архипелаг ГУЛАГ читать и все такое прочее. В общем, я начал рассказывать про ужасы коллективизации в 88-м году, в начале июня. Учителя так переглядываясь, пошушукались и сказали, все хорошо, иди три. А у меня по истории была пятерка всегда. Я начал возмущаться, говорю, в смысле три. Я говорю, я вам рассказываю про Сталина, про коллективизацию, про эти ужасы, про уничтожение деревни, про моих, собственно говоря, родственников. Что про эти предвоенные тяжелейшие годы, можно сказать, голодоморы и все такое прочее. И Татьяна Вячеславовна Паршина, моя классная руководительница, очень прогрессивная девушка, она была молодой, только пришла к нам после института. Она устраивала вечера с Высоцким, с Висбором. Мы вот эту вот замечательную поэзию слушали там про бардов, про серебряный золотой век и так далее. Очень была просвещенная учительница. Она говорит, слышь ты, если сейчас нам приедет комиссия из РАНО и узнает, как ты тут рассказывал про коллективизацию, я думаю, что учебный год мы все начнем в другом месте. И говорит, пожалуйста, тебе поставят итоговую четыре, вали на свою греблю. И я ушел. Я понял, откуда, собственно, растут ноги вот этой нелюбви к Сталину, которая... Нет, ну что значит нелюбви к Сталину? Ну, потому что это отмечено в тех же инстаграмах. Это горькие страницы жизни моей страны. Ну, прилетело ведь, да, за высказывание по поводу Юрия Васильевича от хейтеров? Ну, что он в первые дни, урожаясь эфирным языком, все прошляпил? Ну, слушайте, маршал Василевский, по-моему, ясно высказался. Нет, мы сейчас вот про губерниевы говорим, а не про Сталина. Нет, мне такое количество угроз, которые были от разных деятелей. И я больше хочу сказать, что ты не доживешь до такого-то времени, что мы тебя найдем. Там реально какие-то отделения КПРФ дружно мне присылали, проклятия разные. И потом, значит, Геннадий Андреевич Зюганов, сейчас я тайную эту расскажу, он мне позвонил, когда официальные его твиттеры сказали, что Губерниев мне никакой не друг, что мы с ним общались прекрасно всегда. Он каждый раз говорил, приходи, Политбюро по вторникам, милейший дядька, никакой нам не друг. И он мне позвонил через некоторое время и сказал, слушай, говорит, ну, это мои вот СММщики, они перестарались, а мы с тобой по-прежнему друзья, Политбюро по-прежнему по вторникам. Я говорю, Геннадий Андреевич, я говорю, вы можете об этом сказать публично? Он мне сказал, да ладно, давай лучше водки выпьем с тобой. Геннадий Андреевич, привет. Публично так и не прозвучало. Поэтому, собственно говоря, они там на что-то обиделись, но это моя гражданская позиция. К дням нашим, из тех времен, когда вот прозвучало имя сына, Миша, я вспомнил о высказывании в адрес другого Миши, Михаила Олеговича Ефремова. И это было, в общем, такое, нам даже эти слова не разрешают произносить в эфире. Нет, ну как, ну он убийца. Вы не знакомы, стало быть. Я с ним виделся несколько раз, но шапошно. Моя позиция совсем не изменилась. Но дело в том, что такие истории происходят всегда. Я согласен. Вот недавно в первой миссии 17-летний мажор там сбил... Я согласен, но... Условный срок. Почему вдруг Михаила Олеговича Ефремова прилетает вот... Нет, вопрос не в том, что почему ему прилетает по полной. Вопрос в том, почему всем остальными прилетает. Мы все публичные люди. Мы... Это урок очень хороший для всех нас, на самом деле. Потому что, да, разные бывают ситуации, в том числе и у меня. Ребят, есть функции такси. Есть, я не знаю, какие-то близкие люди. Есть московский прекрасный метрополитен. Центральное кольцо. Пожалуйста, сели и поехали. Да, из ресторана в ресторан и так далее. Но он убийца. Он убийца. Здесь на фоне вот всех этих... Никаких фонов, Жень. Никаких фонов. Черт возьми. Я хочу сказать, что, если говорить о вот этих страшных историях, коррупционных, да, когда кто-то там отмазывается, когда мы там видим явную несправедливую дичь, творящуюся там в тех или иных регионах, ты понимаешь прекрасно, да, что, может быть, даже вот такие вот истории, скажем, московские, они заставят людей подумать, не только те, кто собирается за руль сесть пьяным, но и те, кто потом будет принимать решения, скажем, по отмазыванию и так далее, да, потому что общественное мнение в любом случае играет огромную роль. Огласка и все такое прочее. Так что ничего личного здесь. Но еще раз я хочу сказать, погиб человек. Все. Никогда не приходилось пользоваться статусом телевизионной звезды для того, чтобы утрясти там те или иные... Слушайте, это просто стыдно, как мне кажется. Что ни разу не приходилось? Нет, ну, конечно, если я, во-первых, я езжу в нормальном состоянии за рулем, вот сейчас к вам приехал, поеду обратно, да. Естественно, бывают нюансы, когда работники ГИБДД, например, да, видят меня и, скажем, когда я достаю документы, они говорят, езжайте, пожалуйста, Дмитрий Викторович там улыбается, там кто-то просит графироваться, автограф и так далее, но у меня все документы с собой, они в порядке. Поэтому рассказывать, как некоторые эстрадные певицы, что у меня есть талон, вы знаете, у меня тоже был талон давно-давно. Я хочу, чтобы вы объяснили, что речь про Ларису Долину. Нет, я понимаю, да, прекрасно, что мне кажется, что это, ну, истории каких-то там древних времен. Разные были, конечно, нюансы, скажем, ну, знаете как, мы по молодости позволяли себе там, ну, может быть, где-то там, знаете, сдуру совершенно, я сейчас не про пьянку, боже, сохрани, да, например, где-то там повернуть в неположенном месте и все такое прочее, но мы должны понимать прекрасно, что это просто опасно. Нужно ездить максимально внимательно, максимально аккуратно. Я, слушайте, ну, грех жаловаться, да, когда ты стоишь на светофоре или там где-то в пробке, сейчас же передние стекла, они уже без тонировок боковые, да, раньше было, может быть, чуть с этой точки зрения проще. Многие звезды жаловали, что как нас теперь будут там все узнавать, и люди узнают, сигналят там, я частенько просто, ну, сейчас в меньшей степени, потому что ковидные времена, да, я выходил, там, мы делали фотографии, там, я дал какие-то автографы. Это всегда приятно, когда узнают люди вот так вот рядом, бибикают, там, на маленькой скорости, в светофорах, пробках и так далее. Поэтому, боже, сохрани, Евгений, отвечая на ваш вопрос. Ну, хорошо, Дмитрий, а если вот, возвращаясь все-таки к Ефремову, если человек вот покается, вот ваша позиция все равно такая жесткая? В смысле покается? Ну, бывает. Ну, что значит, бывает. Бывает, я поехал пьяный за рулем, убил человека, ну, бывает, давайте я дальше. Ну, хорошо, а если условный? Будет сидеть, как сказал Глеб Жеглов, Светлая память Владимира Семеновича. То есть, ваша позиция такая жесткая? Моя позиция, есть закон, до 12, по-моему, лет. Сколько дадут судей, я не знаю. Но у меня есть ощущение, что он сядет и должен сидеть. А сейчас вот эти оправдывания прекрасных артистов, да, которые, ой, у нас там цех, там, туда-сюда, вот это все, понимаете? Ой, отлично, да, может, вы еще там ему наркотики привозили, алло? Что-то мы сейчас, кстати, не очень, вот эти друзья, которые там начинали всю эту историю. Но, в конце концов, мы же слышали про гражданина-поэта, да, замечательная вот история, которую так любит, скажем, наша и оппозиция, и все такое прочее. Но был флагманом этой истории артист Ефремов. Он сказал, что я тут вообще ни при чем, я просто читал эти стихи, и все были разочарованы. Потому что все думали действительно, что здесь и Орлуша, и Дмитрий Быков, и Васильев, вот они все заодно составляют вот такой костяк. А оказывается, Ефремов соскочил. Мне кажется, что это еще немножко предательство на тех, кто в него верил. Ладно, проехали с этой историей. Вот про молодость, когда прозвучало. Я хочу узнать, как ты относишься к тезису, что сейчас 40 – это новые 20? Я вообще сейчас смотрю, когда что 46 только начинается, мне 46 будет. Тут вообще ого-го. И, в общем, так сказать, самый кайф. Единственное, что я ловлю себя на мысли, что если ты, допустим, сделаешь комплимент юной даме, как вы, и в этот момент тебе может прилететь мужик, ты с ума, что ли, сошел? Ты дед старый уже. И вот это меня, с одной стороны, смущает, а с другой, наоборот, радует. Потому что все-таки, вы знаете, я хоть человек измученный Евровидением, да, но вот это ощущение принадлежности к такой старомодной, на такой вкусной сексуальной ориентации дает ощущение праздник. Как сказал мой друг, старший товарищ, неглупый и чуткий Александр Тольч Ширвин в фильме «Прекрасный со светлой памятью Державиным», когда он говорил, для тебя это праздник, а для меня это давно будни. Вот вспомним бабник. Он там тоже, кстати, говорил эту фразу из Маяковского, да, старший товарищ, неглупый и чуткий. А вот если мы про тренды заговорили, вот все эти хэштег «Метту», все эти, как бы, проблемы с харассментом. Мне больше нравится «Ютту», хотя, честно говоря, нет. Ну, черт побери, тоже иногда так думаешь. Ну, к нам это же пришло, нет? Да, может быть, ты кого-то обидел так, что скажут, что вот, ага, вот он, я так тоже с ужасом, так сказать, ну, все было очень пристойно, я так вот озираюсь, так сказать, на те 20 с лишним лет, так сказать, бесконечных ухаживаний, да, ну, собственно, когда это началось-то уж там. То есть я так понимаю, что за харассмент пока не прилетало лично. Ключевое слово «пока», да, но сейчас вот ты понял эту тему, и черт его знает, поэтому вырезать это вырезать, да, как-то. Открыли дверь, а еще тренд. А ящик Пандоры, да, да. Да, насчет того, что надо целовать ботинки неграм, что... Не-не-не-не, ну, афро-америды, темнокожий, я никогда не скажу слово «чернокожий», конечно. Я скажу слово «негр», потому что в моем советском прошлом никакой никакой коннотации не было. Я согласен, и когда Юрий Олеша писал, блистательный Юрий Олеша, писал про гимнаста Тибула, вымазавшегося с сажей и появившийся, как он помнит, пред очами доктора Гаспара, надеюсь, мы все это, ребята, вы все это читали же, правда, и он тоже сказал, если ты помнишь фразу, что вот перед ним стоял негр, литературно. Но я все-таки, поскольку, давайте мы поговорим про темнокожих, про афроамериканцев, ты знаешь, здесь очень далеко можно пойти. Я сейчас эту мысль вынашивал, но скажу только сейчас. Вот в моем, у тебя, кстати, кто предки? Ой, у меня там... Нет, ну кто они там, дворяне, бояре, крепостные? Нет, нет, я не аристократ. У меня там в лучшем случае какие-то купцы из нырковых, морозовых. Ну, то есть, в любом случае, вы угнетали моих прадедов. Просто и с удовольствием это делали. Будешь извиняться потом. То есть, смотри, к чему я это веду. К тому, что у меня родословные, абсолютные крестьяне. Смоленская губерния, Тверская губерния и Московская губерния, район Орехово-Зуево, деревня Юркино, город Дрезна и так далее. Вот, собственно, три основополагающих места. И насколько я успевал спросить у своих бабушек и даже у прабабушки, все были крепостными. На тот самый момент еще. Поэтому, мой друг, опасная сейчас вот эта дорожка, потому что я ведь могу и спросить, понимаешь, притеснение губерниевых. Кто за это будет отвечать до 1861 года, мой друг? Хорошо, что Александр Второй освободитель появился. Как шикарно вот выходит человек вообще из любых ситуаций. Он выходит. Вот человек рожден победителем. Поэтому рост 3 метра и 54-й. Ну, не 54-й, а 48-й. Нет, ну это серьезная Лейла, да? Вот вы-то точно чувствует какая-то там, вот, так сказать, шахерезада, понимаете? А сейчас было обидно, да? Почему? Нет. А сейчас это как-то харрасмент какой-то. Нет, нет. Ну, брюнетки правят миром, это я знаю. Вот. Давайте на этом... Брюнетки, а не брюнетки. Вот все-таки брюнетки правят миром, а не белые гетеросексуальные мужчины. Вот на этой ноте мы и закончим. Вот в этом мы и сходим. Все, что ли, у нас? Да. Правда 24, друзья, вы смотрели яркую программу со скромным спортивным комментатором. Евгения, Лейла, благодарят, прощаются с вами ненадолго. Да здравствует Москва 24, да здравствует наш лучший город Земли. Прекрасный, красивый, замечательный ведущий. Ах, ну вот Лейла, кстати говоря, Лейла сейчас вот должна отреагировать, кто у нас там на кране. Вот как, вы же смотрите, как раньше же, как было. Сейчас только поймите правильно, никакого харрасмента, только комплименты. Ведь когда у женщины все закрыто, и вот рыцари в эпоху смотрели вот на эту щиколотку, на этот вот изгиб, и им уже было хорошо. Лейла, как хорошо мне сейчас, глядя на все происходящее. Поэтому здоровья всем, друзья. Спасибо вам огромное. До встречи. Спасибо. 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 Спасибо.